Перед отправкой будущие военнослужащие проходит еще один дополнительный медицинский осмотр. Необходима уверенность в том, что призывник сможет выполнить свой воинский долг и сделает это без вреда для здоровья. И если все в порядке, молодые люди отправляются оберегать покой граждан, стоять на страже рубежей, охранять воздушное пространство нашей страны. Всего на срочную службу из Брестской области направляется порядка двух тысяч человек. Служить в резерве будут 200 призывников. Срок окончания данного этапа кампании – 31 мая. Ребята будут проходить службу на территории Республики Беларусь. Основная часть будет проходить на территории Брестской области. Где-то процентов 70 будет на территории Брестской области, процентов 10 на территории Груднинской области и процентов 15 будет проходить на территории Минской области, а 5 процентов на территории других областей. С напутственным словом к призывникам обратился председатель Брестской городской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Пухальский. Он пожелал им стать надежными защитниками Родины. Сергей Владимирович выразил уверенность в том, что современные молодежи, несмотря на иные мнения и стереотипы, это по плечу. Неоднократно уже было в истории нашего государства, что при выполнении задач молодые ребята показывали чудеса мужества, героизма и стойкости. Я думаю, что наши призывники и призывники этого года ничем не отличаются от тех ребят, которые выполняли свой воинский долг. И что традиции, которые заложены в каждой семье советской, белорусской, они всегда будут незыблемы. Сами призывники, даже если и волнуются или переживают, то вида не подают. Проверка на силу духа, физической выносливости, выдержка уже началась. И ее, подчеркивают новобранцы, необходимо пройти достойно, как принято говорить, невзирая на тяготы и лишения. Возможности в любом случае будут, но я думаю, все ребята справятся, по-любому готовились, все туда и шли. Так что я думаю, проблем не будет. Иду служить в пятую отдельную бригаду, специальное назначение. Давным-давно хотел с самого детства попасть именно в эту часть, как говорится, мечта детская, она сбывается. Я уверен вполне в своих силах, уверен, что справлюсь. Во-первых, мечта, а во-вторых, я к этому готовился, как морально, так и физически. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.